Добрый день, господа! Как многие из вас помнят, меня зовут Илья, и я рад приветствовать вас на автомобильном канале для взрослых людей. Некоторое время назад у нас с подписчиками зашел спор по поводу качества автомобилей Toyota и VAC-группы. Ну и помните, я обещал, что я куплю какой-нибудь VAC для того, чтобы ответить на извечный вопрос, а что же лучше и надежнее? Ну и как видите, я его купил, Volkswagen Touareg. Поехали, парни! Как это водится у нас на канале, я постарался быть максимально честным. Я не стал покупать какой-нибудь Polo или там, упаси боже, Tiguan с его DSG, или там, я не знаю, Audi, понимаешь, там Q7 или Q8, не дай бог, с их роботами. Я взял ту машину, которую реально мог бы себе купить такой старпер, как я. Ну вот этот вот Touareg на дизеле, соответственно, трехлитровый, с классическим гидроавтоматом. Это, господа, абсолютно новый автомобиль. Он 21-го года, он не в топовой комплектации. Эта комплектация эксклюзив, а не R-Line, потому что R-Line просто не оказалось тупо в Москве в наличии. Ну, знаете, их нет. Ковид, там дефицит и все прочее. В этой машине нет панорамы, нет камер кругового обзора, нет задней подруливающей подвески, нет нормальных двухслойных стекол, система ночного видения, а все остальное, включая массажи и прочую вот эту немецкую вобуду, в ней, конечно, есть. Словом, господа, компания Volkswagen позиционирует вот это все как премиальный автомобиль, и денег за это просит соответствующе. Вот это вот немецкое изделие, номер, ну, номер два говорить не буду, чтобы не обидеть, так сказать, тех, кто на этом реально по убеждениям ездит, обошлось мне в 6,5 миллионов рублей. И вы напрасно думаете, что оно изначально так стоило. Изначально за него просили почти 6,7. Как мне рекомендовали многие наши подписчики, которые ездят на немцах, по убеждениям, я решил окунуться в атмосферу лакшери, и поэтому обратился в компанию Avilon. Кстати, премиальный салон Avilon расположен в Капотне. Это то место в Москве, где трубы из них валят, дым, ну, такой не самый приятный экологически чистый район. Знаете, господа, я думаю, что когда Avilon открыл там свое представительство, акции Капотни и репутация ее поднялись прям, ну, в глазах остальных районов до небес. Ну, потому что в Капотне хоть что-то появилось премиальное. Ну, а если кроме шуток граждан, так как я известный на ютубе краевый нищеброд, естественно, я не отдал за эту машину всех денег. Для того, чтобы заполучить вот этот вот Volkswagen, и иметь вам возможность о нем рассказывать следующие 6 или 12 месяцев, ну, это как пойдет, мне пришлось продать свой Lexus. И, соответственно, отдавая 460, я искал то место, где больше всего дадут денег за трейд-ин. И, знаете, компания Avilon предложила мне 3 миллиона 400 тысяч рублей за машину, которая на вторую Авито в среднем стоит 3 600. Плюс, сдавая его в трейд-ин, я получил скидку там вот в 150 или в 170 тысяч, что сформировало окончательный ценник на этот Touareg в районе 6,5 миллионов рублей. Я считаю, это очень выгодное предложение, потому что получается, что, в общем-то, свою старую машину я отдал по рознице. Как вы знаете, господа, любая автомобильная компания – это не бренд, это люди. Поэтому я хочу выразить, ну, действительно, вот респект Александру Искорцеву. Это тот человек, с которым у меня связано вообще все хорошее при покупке этого автомобиля. Это менеджер, который непосредственно вел все мои дела. Если вы хотите себе купить поло, тигуан или еще какую-нибудь ерунду с вот этими вот двойными W и W, то, в принципе, это к нему. Рекомендую от всего сердца. Чик реально работает в премиальном бренде. И хоть Volkswagen, конечно, это самый низ по классификации марок, представленных в Avilon, обслуживание будет действительно хорошим. Парень молодец. Рекомендую. Однако, господа, хоть я и забрал эту машину без скидок и по рознице, прямо вот в лоб, могу вам сказать следующее. Честно говоря, я не вижу смысла особо нахваливать там производителей или дилеров, потому что те, кто на моем канале, мое отношение к немецким современным автомобилям знают давно. Ну, потому что, знаете, ваг, он и в Африке ваг. И я попробую вам сегодня рассказать не про эту машину. Кстати, если вы хотите узнать про нее больше, напишите что-нибудь в комментах. И тогда я сделаю ролик для вас и объясню, что сейчас в нашей стране стоит 6,5 миллионов рублей. А сегодня я вам расскажу другую историю. То есть, как вообще я планирую проверить, что же лучше, Toyota или Volkswagen. Я думаю, никто не будет отрицать то, что эта машина достаточно привлекательна. У нее классические немецкие линии, она, ну, реально прикольная. Более того, по сути, это бортовой компьютер на колесах. Здесь есть пневмоподвеска, она комфортная, достаточно динамичная, хоть ее мотор для России ради налогов и подзадушен. Но, знаете, пока я не буду ничего с ним делать. Я не буду его чиповать, ровно для того, чтобы понять, что же все-таки это изделие может как автомобиль, а не как компьютер. Да, разумеется, у нее очень красивый салон. Она современная, там есть массажи, вентиляция, красивая торпеда. Кстати, что касается красивой торпеды, его в России больше не будет, потому что у немецкой компании кончились китайские чипы для того, чтобы ставить вот эти красивые планшетики. И новые Туареги теперь в те же деньги пойдут с обычными приборчиками, а не с этой вот красивой панелькой. Ну, это так, маленькое лирическое отступление по поводу мощи и производства Евросоюза, ну, производства автомобильных комплектующих. Так вот, граждане, для того, чтобы перемещаться по дорогам нашей Российской Федерации, в которой мы живем, нужна машина. И я хочу сделать следующее. В самое ближайшее время я планирую отправиться в небольшое путешествие по родине. На своей Тойоте Секвое, разумеется. Ну, я думаю, она проедет 6-8, может быть, 10 тысяч километров по дорогам разного покрытия. С одной стороны, конечно, Туарег – это вершина линейки Volkswagen. И, казалось бы, я должен был выставить против этой машины новый ТЛК-300. Но, господа мои, это будет бесчеловечно по отношению к немцам. Я хочу дать им шанс. Поэтому я выставляю против этого нового Туарега старую десятилетнюю Тойоту. И в чем будет заключаться суть испытания? Я много раз говорил вам о том, что Тойота надежнее вага. И для того, чтобы это проверить, мы совершим два путешествия. Сначала по маршруту проедет Тойота. А потом по нему же отправимся на этом Туареге мы с оператором вдвоем. Это путешествие будет покороче. Перемещаться мы будем побыстрее. Но мы пройдем ровно тот же маршрут, что Йоука. И, соответственно, по тем же самым дорогам. А потом я поделюсь с вами впечатлениями. Знаете, формально говоря, в принципе, если говорить о надежности, я уже выиграл наш спор. Потому что на данный момент этот автомобиль уже неисправен. Но он неисправен по электронике. Знаете, у меня постоянно слетает избранная из телефонных контактов, которая отображается на этой красивой панельке. Но так как мы люди взрослые, естественно, такие мелочи внимания обращать мы не будем. И дождемся того, когда что-нибудь отхлебнет в ходовой или в новомодной пневмоподвеске. А еще здесь есть чудеснейший, шикарнейший дизель. Есть коробка передач, даже не ДСГ. И всему этому, скорее всего, придется испытать всю прелесть дорог Дагестана, Чеченской Республики и тамошной соляры. Словом, будет очень интересно. Граждане что же крякнет вперед? Вот эти вот немецкие технологии или все-таки старая проверенная Тойота? По моему мнению, друзья, этот автомобиль слишком роскошен для текущего уровня жизни в нашей стране. И ездить на такой машине просто невежливо. И, честно говоря, вот положа руку на сердце, я бы никогда его не купил, если бы не наш с вами спор. И, знаете, я не планирую оставлять его себе дольше, чем продлиться, соответственно, эксперимент. Ну, просто по той простой причине, что я считаю, что это неправильно по отношению к остальным гражданам нашей Родины. Это первое. Ну, а во-вторых, потому что я, признаться, пока не верю в его надежность. Однако, друзья мои, тем, кто не видел завязку и интриги, я хочу напомнить, в чем предмет спора. Я позволил себе высказать недоверие марке VAC. И я действительно считаю, что эта машина вряд ли проедет этот маршрут без поломок. Но, с другой стороны, доказать я это могу только таким путем. У нас канал для взрослых людей. Здесь не говорят, здесь показывают. Поэтому, если вдруг эта машина все-таки достойно выдержит испытания, такая вероятность тоже есть. Я думаю, владельцы вагов напишут об этом в комментах. Тогда я действительно через полгода извинюсь перед фанатами марки за свои слова. Но все-таки, знаете, в душе, как вот Toyota Phil, я более чем уверен, что делать мне этого, блин, не придется. Словом, друзья, подытожим. Эта машина обошлась в 88 тысяч долларов на момент ее приобретения. И я хочу понять, что же получит человек, который отдаст такие деньги даже, по сути, не немцам, а чехам. Потому что эта тачка, она собрана не в Германии. Она собрана в Чехии. Стоит ли рассчитывать на то, что эта машина будет надежной? Стоит ли говорить о том, что она реально комфортна? Стоит ли говорить о том, что в ней удобно и безопасно путешествовать? Более того, друзья, при всей своей любви к Toyota я обещаю не мошенничать, не мухлевать и рассказывать вам всю правду, какой бы она ни была. Как говорится, пусть победит сильнейший. Мне очень интересно ваше мнение в комментариях по поводу этой затеи. Мне интересно, нужно ли вам рассказывать про техничку этой машины. Хотите ли вы, чтобы я ее потом для вас разобрал и показал, как она устроена. И, проще говоря, хотите ли вы познакомиться с жизнью вот этих вот богатых ребят, которые реально на них ездят, скажем так, по убеждениям, поподробнее. Ну а пока, граждане, я предлагаю закончить этот вводный ролик для новой серии. Я думаю, что я назову ее «ВАГ против Тойоты» и буду вам подкидывать инфу с той скоростью, с которой она у меня будет появляться. Ну а что касается первой части путешествия, ну вот той, которая пройдет на Тойоте, а с семьей отдыхать я, конечно, поеду на Тойоте, потому что не хочу себе испортить отпуск. Эту часть вот поездки вы увидите первой. Ну а затем, господа, когда вы увидите, как путешествовала, соответственно, Тойота Секвое, я отправлюсь в поездку на Туареги. Все вам честно покажу. За сим разрешите с вами проститься. Если вам интересна сама идея, поставьте лайк, напишите коммент, подпишитесь на канал, ну и поделитесь, конечно, ссылкой с друзьями. Такого, по-моему, на русском ютубе еще никто не делал. Пока, парни! Субтитры сделал DimaTorzok